Всем привет! В этом видео я хотел бы затронуть тему, которая вот уже сколько месяцев будоражит умы людей, жаждущих крови, умы политиков не только с немецкой стороны, но и с российской стороны, украинской стороны. Эта тема касается стратегических ракет Таурус, которые производятся здесь в Баварии. Если бы не, скажем так, железная воля, железное слово нет немецкого канцлера Олафа Шольца, то эти ракеты уже могли бы нанести серьезнейший ущерб обоим сторонам, как России, так и Украине. А теперь давайте я вам попытаюсь объяснить причины, по которым Шольц не хочет посылать эти ракеты Украине. Очень много раз украинские политики, министр иностранных дел, министр обороны, тот же самый Зеленский утверждали, заверяли европейских политиков, в частности немецких, в том, что они не будут применять, у них нет даже в мыслях такого, чтобы применять эти ракеты против России как наступательное вооружение. Им нужны эти ракеты для того, чтобы защищаться от агрессии со стороны России. Но эти слова подействовали только на министра иностранных дел Германии Аналину Бербук, которая вот уже готова прям сама эти ракеты руками перенести. На некоторых генералов высокопоставленных из Люфтваффе, просто из Бундесвера, которые тоже готовы были на легковых машинах, представьте себе, перевезти эти ракеты через Польшу на Украину. И также на некоторых министров немецкого Бундеставя. Что же касается Олафа Шольца, почему он категорично говорит каждый раз «нет», объясняю. Он же не настолько глупый человек и не столько мягкотелый, которого можно надавить и сказать «слышишь ты, вот там нужно это, 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 если мы это не отправим, то всем нам тут кранты». Они же нам пообещали, что эти ракеты они будут применять в качестве самобороны. Но всем хорошо известный украинский телеканал «Фридом», я не знаю, как он раньше назывался, да и неважно, открыто заявляет о том, что если бы у нас были эти ракеты, мы бы смогли, открыто заявляют, мы бы смогли наносить удары по целям глубоко на территории России, например, по военным частям, по военным аэродромам, по складам вооружений. Вот уже немецкие правители, немецкие министры договорились с английскими министрами о том, что немецкие ракеты «Таурус» будут отправлены в Англию, а Англия даст нам примерно такое же, примерно идентичное вооружение для того, чтобы мы могли показать России, кто мы такие. Вы уже показали России, кто вы такие, своим вот этим вот идиотским поведением со стороны ваших политиков. И естественно, то, что говорят украинские политики здесь, заверяя, что они не хотят применять это вооружение в качестве нападения, в качестве атакующих средств против России. Все опровергается буквально какими-то идиотскими новостями телеканала Freedom о том, что мы ведь могли бы, если бы у нас такие ракеты были бы, мы могли бы бомбить Россию в глубине, вплоть даже до самой Москвы. Вот эта причина и сдерживает Олафа Шольца, бундесканцлера немецкого, от окончательного решения, от окончательного принятия решения в пользу вот этих вот ракет. Даже уже баварский премьер-министр Маркус Зёдер сказал, что эти ракеты желательно отправить на Украину, чтобы Украина могла обороняться, Украина могла защищаться. Но извините, сейчас на Украине, на данный момент, с того времени, как только пообещали им отправить танки Леопарды, сколько? 38 танков. Так, на данный момент 38 танков. Из них только четверть этих танков на ходу. Все остальные танки стоят в ожидании ремонта. Нет запчастей, нет квалифицированных специалистов, которые могут починить эти танки. И американские вот эти вот Брэдли, которые алюминиевая броня. Нет, не думайте, что алюминиевая броня, она фиговая. Она хорошая, но просто она очень классно плавится и горит. Если по ней попадают напалмовыми снарядами, она горит, причем, блин, как бенгальский огонь. Это алюминиевая броня. Америкосы же дебилы, они же в эту алюминиевую броню магний запихали. Поэтому ноя искрится и горит. И все, что делается там, становится мгновенно известно здесь. Как бы какими уверениями не заверял бы президент Украины Зеленский местных политиков, те, кто действительно находятся в политике уже давным-давно, они прекрасно знают все вот эти многоходовки, они знают все вот эти приемы, ухищрения, уловки, при помощи которых те люди хотят достичь своей цели. Они уже достигли своей цели, они уничтожили свою страну, благодаря тому, что им пообещали американцы. Вот такие вот дела. Надеюсь, я смог вам ответить на вопрос, почему немецкий канцлер Олаф Шольц не хочет отправлять ракеты Таурус на Украину для того, чтобы она якобы оборонялась. И еще один маленький пункт. Эти ракеты с земли не запускаются, они запускаются только с самолетов. А у Украины нет военно-воздушных сил? Ну нету. С чего же они их будут запускать? С трамплинов, как дроны, что ли? Смешно. Смешно, очень смешно. То есть даже если будет подписано такое соглашение о поставке этих ракет Таурус, это подтолкнет Россию к более решительным шагам на поле боя с Украиной. Потому что будет подписано решение по этим Таурусам, значит, нужно будет отправить туда самолеты, способные транспортировать эти ракеты. Ф-16 не знаю, а вот торнадо и миражи, да, торнадо и миражи переносят эти ракеты. Ну, Макрон уже заявил о том, что он готов свои войска отправить на территорию Украины, чтобы они там воевали. Давай мы тебя, как Наполеона, увидим впереди на лихом коне, на барабане, блин. Или ты будешь сидеть у себя в кабинете и управлять своими солдатиками, блин, по телефону или по факсу. Если ты такой герой, давай вперед, воюй, воюй. Так же, как младший Кличко, буквально пару недель назад, в Берлине, в кафе под названием «Киев», давал интервью журналистам и выразился, причем выразился настолько некорректно и настолько неполитично в отношении людей, что просто даешься диву, как такой человек вообще имеет право, имеет наглость лезть в политику. Что сказал младший Кличко? Пока мы в кафе, сидит в кафе. Пока мы с вами тут сидим, там гибнут люди. Ну, а что, что тут сидишь? Вперед, на передовую. Покажи своим примером, как замполит. Покажи своим примером, что как нужно защищать страну. Любить Родину на расстоянии и быть патриотом за сотни километров, за несколько тысяч километров. Так может каждый. В общем, ребята, это видео будет открыто абсолютно для всех. Но все другие видео касательно тематики, именно политики, войны и так далее, они будут уходить у меня в закрытую ссылку, вернее, в закрытый вот этот вот раздел. О политике. И этот раздел могут посмотреть только те люди, которые заплатят абонентскую плату. Потому что есть моменты, которые простому пользователю с неокрепшей психикой, с неокрепшим умом смотреть не рекомендуется. Люди, которые могут и способны заплатить абонентскую плату, более-менее понимают, за что они платят деньги. И, конечно же, уже немножечко по-другому мыслят. В общем, всем остальным удачи. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий. Оставайтесь в курсе событий у нас на канале путем того, что нажмете на колокольчик, и он будет вам давать уведомления. Всем удачи. Пока.